Добрый день! Сегодня на Гомельщине подшла работу комиссия Усягульной конфедерации профсоюза по питанию хаховой працы, экологии, здоровья и социального забеспечения работающих. На протягу трех дней члены комиссии будут обмерковывать питания, присвященные 30-ти годзю Чарнобыльской катастрофы. У делу работы комиссии принимаются так само супрацовники Выконкама СНД и Союзной державы Беларуси и России, вученные ликвидаторы аварии. Программа работы распрацована сгодно с тематикой поседжения. У приватности у первой половины дня члены комиссии ознайомились с зателенными вёсками Ветковского района и наведали мясцовую среднюю школу имя Андрея Грамыки. А про чатаго запланованы дебаты по проблемах сучасной радиоцинной медицины и ведение лесной господарки на забрудженных территориях. Самая большая и серьезная задача, которую мы перед собой ставили, это забота о людях, забота о их здоровье, забота о восстановлении здоровья. И, кстати, одним из вопросов завтра заседания нашей комиссии будет именно вопрос оздоровления пострадавших. До встречи у потерпелых районов Гомельской области начали распрацовывать мероприемства, примиркованные до 30-ти годзе Чарнобыльской катастрофы. Межтым сегодня головная увага на этих территориях к дальнейшему развитию. У Хойницьком районе створено перепрацовочное предприемство, которое немало аналогов УСНД, причем его стабильную работу забеспечивают сутым ликой мясцовой господарки. Наши корреспонденты побывали на вытворчастях. Как взмонтировать эту сушильную вежу, в свой час пришлось разобрать цех литерально на камени. На полицких сырах подкресливают. Аналогичных обсталеваний у краинах СНД Пакульня-МА. Что день тут можно перепрацовывать до 500 тонн сыроводки. Для шмат яких молокозаводов ранее это были обычные отходы, а теперь они не только приносят прибыток, а и поставляются на экспорт. Як и вырабляемые у Хойниках сыры. Починаючи с 2011 года, их вытворчость увеличилась неделю четыре разы. Неуапошнюю чергу дякаучи сыровине, якая поставляется у тым лику из мясцовых сельскохосподарчих предприемствов. Новый комплекс УКСУП «Велятин» увели у 2014-м. Усё молоко, якое тут отримливается, не только высокой якости, а лей пригодная минавита для вытворчасти сыров. Плюс гэта ферма – мостная поддержка для экономики самой господарки. Если сравнивать с другими фермами, хозяйство и район, то на уровне района смотримся довольно неплохо, даже первое по удою молока на корову. Значит, за 15-й год удой составил 16-9 литров на корову. Ну и по хозяйству на данном комплексе довольно порядок выше, чем на остальных фермах. У Хойницким райвыконками экономичные пытания на первом месте. Уреште от этого у значной ступени залежить развитие социальной сферы. Некальки школ и детячих садов, больницы, установы культуры, плюс жилёва-коммунальная господарка. Правда, только допомога бюджету у Хойниках не обмяжовываются. Значную увагу тут надают реализации международных проектов. У тым, что мясцовые инициативы знаходзість под трымку на таким узровні, нема ничего незвычайного. Калі казаць не толькі об проблемах, але и реально бачыць будучыню, разумение будзе заусёды. Не только ждём помощи от государства и по программам чернобыльским. Мы сами немножко стараемся зарабатывать и развивать нашу сферу, участвуя в проектах международной техніческой помощи. Это касается образования, культуры и спорта. И многое другое. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель», Хойницкий район. Намесник старшини Хойницка Гарайвы Конкама Жанна Чарняуская сегодня станет гостей студии телерадиокампании «Гомель». В 18.50 хвилин глядите одночасово на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4» интерактивную программу «Диалог». Задать свои пытанье, выказать конструктивное пропоновое вы можете, паталефановавши, панумары промога эфиру «Гомели» 77 68 45. До інших тем. Упереднерасту заборонены лоу щуки, судака и широку інших видов. Вогуле термін весенней забороны на «Гомельщине» установлены до 18 мая. Тем не меньше, в регионе фиксуются факты промысловой лоулі. Шкода природзе, подадзенных областной инспекцией аховы, живёльного и рослинного свету, вылечается сотнями миллионов рублёв. Апошний выпадок зафиксованы у Будака Шалёвским районе. Двое мясовых же хоров при допомозе сеток вытягнули з возера 22,5 кг рыбы. Упереднерасту лоу будзе каштовать им 65 миллионов рублёв. Узбуджена криминальная справа за особливо великую шкоду природзе. В состав злочинства выявлены и у дзенних двух гомельчан, які были зауважаны природоаховниками подчас агляду акватории Сожа. Двое мужчин у районе так званой шведской горки сдобыли 9 кг каштованной рачной рыбы и ракау. При этом добыли рыбу в количестве 82 особи. Вред, нанесённой окружающей среде, составил 290 базовых величин, что составляет 60 миллионов рублей, на место была вызвана следственная оперативная группа советского РОВД, решается вопрос возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 281, санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом. Протягиваем выпуск. У Гомеля прошёл областный этап республиканского огляду конкурсу сиротно-вученцев школы-гимназии «Лидер года». Десяти удельникам необходимо было пройти три испыты, по выниках яких вызначены переможцы и призёры с поборництву, которые представят регион на финальных баталиях у Минску. С молодёжными лидерами познайомились наши корреспонденты. Конкурс всё лето проводится в четвёртый раз. Его мета – выявление и развитие лидерских сдольностей у школьников в возрасте от 14 до 17 годов. У районных этапах приняли удел больше, как 150 наученцев школ. После шага прошёл завученный тур областного этапа, на який представили каля 30 творчих проектов. Яны были присвячены темам «Великой Айчиной войны», волонтёрского руху, захавания народных традиций. Хочу сказать, отметить такую вещь, что на заочный конкурс были поданы проекты. Это был ещё один этап конкурса. Так вот, уровень проектов значительно вырос. Мало того, наше главное было условие, чтобы эти проекты уже были реализованы. И по тем материалам, которые они подали, мы увидели, что действительно многие проекты, они реальны, они актуальны и они уже реализованы на местах. Увы, некуда финалу областного этапу дайшли 10 претендентов. Пераможцу и призёров вызначали у трёх конкурсах. Удельникам треба было подрыхтовать выступление на тему «Моя хромадзянская позиция». Выконаць задание на эрудицию у конкурсе «Интеллект. Лепший бренд». У Апошнем туры под назвой «Лидер сюрприз» треба было представить творчий номер у складе дуэта. По выниках усіх испытав, перамогу отримала гамельчанка Катярына Гаурыленко. Я очень счастлива от того, что заняла первое место. И для меня это был очень серьёзный конкурс, я к нему тщательно готовилась. Это, наверное, один из самых серьёзных конкурсов, которые были у меня в жизни. И безумно я счастлива от того, что мне достойно честь представлять гамельскую область. Это, конечно, уже не первый раз, но я знаю, что это тяжёлый труд и безумно ответственно. Другое и третье место заняли Катярына Патапенко из Гомеля и у Владислава Костюшенко из Речицы. Я не так само представить наш регион на заключном этапе республиканского конкурса «Лидер года», який отбудется в Минску наприконцы мая. Дмитрий Котов, Виктория Шумак, Яугин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Международная выстава лялечного майстерства «Панна Долья» у першиню прибыла у Гомель. Частку лепших работ представили у картинной галереи Гаурила Вашчанки. Шедевр лялечного майстерства убачила Ганна Ковалёва. Гэтую ляльку кличуть «Панна Долья». Ее створальница белорусский майстер Татьяна Полякова. Три годы тому образ этой ляльки стал символом буйного выставочного проекта, який стартовал у Минску и объединял некольки сотни майстру с 20 краин света. Частка привезенных экспонатов стала основой пересовной выставы. Чарговым пунктом подорожа стал Гомель. Экспозицию представили у картинной галереи Гаурила Вашчанки. Я занимаюсь авторской куклой и созданием и организацией выставок очень давно. Я хоть и недавно живу в Беларуси, три года живу в Беларуси, только как переехала, я решила, что это единственная страна, в которой нет выставки авторских кукол. Потому что везде, на постсоветском пространстве существует, в Украине есть модная лялька, в России искусство куклы, такие выставки, которые, они очень давно, они очень успешны. По этой причине я и создала такую хорошую, красивую выставку. В этой зале разместили 200 ляльек, не которым по 100 годов. Усе работы сопровождают живописные полотна беларусских мастаков. У лягу створальников ляльек 7 человек с Беларуси, России и Латвии. По сути, майстеры, яки створай ляльку, это и кровец, и шавец, и часом наводковаль. Кожная деталь оденья, миниатюрные аксессуары, продуманные до дробицу, и складают суцельный в образ. Увы, нику, одним только выглядом, кожная лялька, сдольная выкликать эмоции и размовлять с глядачом без слов. На мове зрозумела як детям, так и дорослам. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телера до компании «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнаценко. Усяго доброго. До встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин